Не надо приезжать, как я писал, не надо устраивать олимпиады и праздники спорта в стране, которая устраивает войну, да, и аннексию устраивает, и войны развязывает. Не надо такого пиара доставлять такой стране. Не надо говорить об экономике, не надо пить шампанское, слушать классическую музыку на Дворцовой площади и встречать белые ночи в стране, где убивают людей. И где администрация крышует убийц, крышует убийц, где в парламенте сидят несколько человек в международном уголовном розыске, несколько убийц, еще несколько, еще не разысканных, где суда нет, где прессы нет, где ничего нет, кроме парада и мордобоя по Саше Черному. Не надо там устраивать экономический форум. Вот и все, простая мысль. Так же, как не надо устраивать было олимпиады. Вы же к условному западу, да, к условным западным бизнесменам. Я назвал это монолог в пустоту, потому что я понимаю, что это я пишу куда-то в пространстве. Не, но я о том, что, ну, как я читал об этом форуме, что там все меньше западных бизнесменов приезжает, и все большую роль играют китайцы, а для них, мне кажется, вот та реальность, которую вы нарисовали, она как раз. Разумеется, разумеется. Но хорошо бы, чтобы никого не было, кроме китайцев. Потом хорошо бы, я мечтаю, чтобы китайцам стало стыдно. Но это не приведи, Господи, исходя из китайских норм прав человека, да? Но это уже черная шутка. Да вы жестите, да, Виктор Андреевич. Это черная шутка, да. Но, с другой стороны, вот от чего ждать от бизнеса, от людей, которые делают бизнес, тем более в России? Они и в Китае так же делают, они и в Саудовской Аравии так же делают, где угодно. Я процитировал, я процитировал, для тех, кто постарше и учил, это поневоле. Я процитировал Маркса, который цитировал Спенсера. Что нет таких преступлений, на которые капитал не пойдет за 300% годовых. А тут бывает и побольше. Если в короткую своровать, конечно, выгодно. Вот Калви приехал, да, тоже, думал по-быстрому хапнуть. Хапнули его. Как по-быстрому? Он здесь многие годы. Он один из тех, кто здесь врос корнями. Да, да, да. Вот видите, так хорошо врос. В СИЗО хорошо врос, в домашний арест хорошо врос. Укореницы сейчас, глядишь, да? Не хочется ему этого желать, никому этого не хочется желать. Но, еще раз, срубить бабла здесь можно. Казна большая, да? Если ты готов делиться, откатывать, принимать эти правила игры, то если тебе повезет, ты хорошо срубишь бабла. И если в тебе по бабелю не квартирует совесть, то все в порядке. Может быть, если на тебя не выпадет, так сказать, этот перст, этот, да, это зеро в виде судьбы Калви не выпадет на тебя. И то можно потом, видимо, договориться и договоряться, наверное. Человеку зла желать не хочется, да? Но собственному народу и собственной стране то еще больше не хочется желать зла. Если бы все... Я не случайно поминаю Чемберлен и Деладье в этой статье, да? Если бы все внятно, если бы все внятно назвали зло злом, если бы все не разговаривали с дьяволом, и не полагали бы, что можно договориться с дьяволом и обхитрить дьявола, и с помощью дьявола обхитрить другого, а потом как-нибудь договориться и с самим дьяволом, то не было бы Второй мировой войны. Не было бы. 50 миллионов человек бы сохранить. Вот этого ужаса всего не было бы. Я привез вам мир, говорил Чемберлен, да? Деладье, все были чрезвычайно умными, тонко считали на 15 ходов вперед. Только их потом вот шахматную доску на голову надели, потому что с бандитом нельзя договариваться. Это азбука. С бандитом нельзя договариваться, потому что любые твои нарушения договоренности он будет использовать и кричать во весь голос об этом, и ты будешь весь в дерьме. А он сам нарушит договоренности в любую секунду, когда они перестанут удовлетворять его тактическим интересам. Нельзя договариваться с бандитами. Это азбука. И мне казалось, что после уж 20 века эта азбука должна быть вдолблена в западные мозги. Но главный урок истории, говорил Бернард Шоу, заключается в том, что никто не извлекает уроков из уроков истории. Эти ребята, там разные есть ребята. Кто-то кому-то вообще по барабану, кто-то хапнет и пойдет переваривать. Кто-то в политическом отделе думает, что сможет переиграть. Что сможет как-то так вот договориться, переиграть, обыграть. Не сможет. Не сможет. Никому никогда не удавалось переиграть бандита. Усмирить бандита можно только одним способом, крепко его побив. Эрнест Хемингуэй знал, о чем говорил, да, во время испанской командировки своей. Нельзя договориться с бандитом. Сегодня побить нельзя, ядерное оружие. Но заблокировать по периметру можно. Внятно дать понять, что никаких разговоров с тобой не будет, пока ты бандит, и пока ты крышуешь убийц, и пока ты развязываешь войны, можно. Если бы была на это политическая воля, по-другому растопыривали бы пальцы эти ребята. Меньше бы растопыривали пальцы. Но в Китай, если ты помнишь, они пошли с самого начала, попытавшись, да, в 12-м году, в 14-м году, сразу как бы угрозив Европе, что вы нам даром не нужны, мы пойдем блокироваться с Китаем. Китаю не надо с нами блокироваться. Китай ждет, пока мы сдохнем сами, и просто зайдет пешком. Ему даже завоевывать нас не надо. У них армия в момент мобилизации, ты проверял, да, ты же это и был, армия в момент мобилизации у них в 5 раз превышает население Российской Федерации. Им не надо ничего, они никуда не торопят. Блокироваться с нами против Запада они не будут, у них интересы на Западе. Инвестиции. Они-то как раз поднимаются сейчас, пока мы ложимся. Вот мы оказались, ни Пава, ни Ворона, со своим патриотизмом, который никому, это для внутреннего пользования, есть этот пар пердячий, я уже цитировал театральный термин. Пердячий пар, это не темперамент. Это раздутые ноздри, выпученные глаза и брыжущая слюна. Это не темперамент. Темперамент это то, что демонстрирует Китай. В длинную. Темперамент это то, что демонстрирует иногда Америка. А у нас пердячий пар. Мы далеко на нем не уедем. Топливо плохое. Испортить воздух себе и окружающим способны. Но это единственное, на что мы способны сейчас. Экономический форум очередной дает возможность этим ребятам растопырить пальцы, продемонстрировать, что они в игре. Да? Для народа, для публики. Ведь по Первому-Второму каналу не скажут, что сократилось представительство. Там не расскажут о проблемах. Там покажут. Россия опять в центре мира. К ним все флаги в гости будут нам. В славном городе Петербурге. Культура, экономика. Мы на подъеме. Какие санкции? Все, видите, вот такие и такие. Бизнесмены. Большой интерес. Это поможет задурить головы вассалам в очередной раз. Наполнить их вместо размышлений гордостью. И они незащищенными встретят момент, когда все рухнет. Незащищенными. Ментально незащищенными. Когда же все рухнет-то? Ну, когда это рухнет. Какая разница, Саша? Я не тороплю этот момент. Нет, просто есть статистика. Такого рода системы рушатся. То, что не развивается, тряхлеет и рушится. Это же не требует, надеюсь, доказательств. Никакого четвертого варианта-то нет. Нет, ну как понятно, что когда в пределе у тебя бесконечность, безусловно, наверное, все рушится. Нет, нет, секундочку. Речь идет о другом обрушении. Не о том, что землю затянет в черную дыру. Вот, Северная Корея, все никак не разрушится. Так в том-то и дело, это пример. Это пример исторических сроков. Да, в морозилке все может лежать, как военные запасы. В морозилке все может лежать веками. Но там морозилка. Но можно жить в морозилке, да, как показывает практика, да. И даже там есть какие-то градации. И даже там, в Северной Корее, можно жить лучше или хуже. Ну, расскажите об этом в Силиконовой долине. Расскажите об этом посреди Европы. Об этих возможностях. А так, конечно. И оно будет в замороженном состоянии храниться. Пока что-нибудь не случится. Мы сейчас прервемся ненадолго с Виктором Шандеровичем, но скоро уже вернемся. Стой! Кто идет? Кто идет? Ну, это... Да, да, да. О, кстати. 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 Спасибо. Это Грузия. Это современный Батуни, где вас очень любят и ждут. В Нейший застройщик Орби Групп предлагает поездки в Батуми для покупки роскошных апартаментов. В 100 метрах от пляжа. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей. В Батуми вас ждет тепло, солнце и море. Удовольствие. В поездку входит перелет, проживание и невероятная развлекательная программа. Звоните в наше офисе властье и битвы. Так, тут ничего интересного, но последнее, я обожаю такие. Начался ли транзит и трансферт власти? Транзит и трансферт, то есть кого-то должны подвезти, видимо. Это хорошо. Часто трансферт приобретать вместо транзита. Замечательно, это процитировать можно. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Очень хорошо. Так вот, мы и продолжаем. Раз уж вы упомянули Вторую мировую войну, ее уроки, где-то вот в середине ответа на мой первый вопрос, сейчас празднуется Ди-Дей, то есть выставка в Нормандии, очередной юбилей, и Путин туда не пригласили. Сегодня он отвечал на вопрос об этом и сказал, что мы сами не везде далеко ездим, но не пригласили и не пригласили. Не больно-то хотелось. Не больно-то хотелось. Мне очень понравилось, может быть, они хотели бы пошушукаться. Да, не больно-то хотелось. Сидят и шушукаются. Ну, попробовал изобразить хорошую мину при плохой игре. Нам не рады. Это коротко, да, про форум, про... Вообще, глобально нам не рады. Если можно нас не пригласить, видишь, уже не приглашают. Немыслимо, да, представьте себе, 20 лет назад, чтобы не пригласили Россию на такую дату. Немыслимоя вещь, совсем немыслимоя вещь. А потом еще госпожа Захарова что-то через губу бросила. Да, дескать, вообще, могли бы и не высаживаться там, да. Не больно большое значение имела эта высадка. Да, что-то такое она сказала. Да, справились бы. Не преувеличивать, да. Не надо преувеличивать. Не надо преувеличивать значение. Потому что, что там, победа во Второй мировой войне и Великой Отечественной была уже предопределена. Да, конечно, 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 да. А про Северный конвой, а про Тушенку, а про гимнастерки, а про все это. А была ли она в Нормандии? Наверное, была. Но не знаю, была ли она на том воинском кладбище, на котором был я в Нормандии. До горизонта военное кладбище. Погибших при той высадке. Отдавших жизни за то, чтобы это существительное пропущу. Из МИДа сейчас через губу говорила, да, ну, не такое уж большое значение. Да, от 18-летних до 50-летних. До горизонта военное кладбище в Нормандии. Английское, австралийское, американское. До горизонта. В полном скорбном порядке. Да? Я бы спросил, как язык не отсох. Но запоздал вопрос, потому что язык у нее должен был отсохнуть гораздо раньше с тем, что она говорит. Стыдоба. Стыдоба то, что это говорит не бабка темная из магазина, из-под магазина. А это говорит официальный представитель России. Это наша стыдоба. Наша стыдоба. То, что такие люди представляют нас с тобой, Сашей, всех радиослушателей. Пока мы не осознаем это как свой стыд, ничего не изменится. Нам не стыдно чаще всего, нам забавно. Как будто бы это, ну, какой-то такой, какой-то такой аттракцион снаружи от нас. Ну, мы ее не выбирали. Мы не выбирали это правительство, мы не выбирали, в общем, по большому счету, президента. Хороший. Никого не выбирали, да? Значит, мы здесь во внутренней миграции с тобой, да? Все понятно. И миллионы людей в этой внутренней миграции. Но, тем не менее, они говорят от нашего имени. И у нас нет возможности возразить. Она говорит от имени России, а не я и не ты. Она. Я выражаю свое особое мнение, как ты заметил. А она говорит от имени России. И отношение к России, как к неблагодарной скотине, после ее слов, усиливается. Отношение к России, как к какой-то маргинальной части света, где живут люди без совести, усиливается. Как к стране третьего мира, ну, на отшибе там мало ли кто что говорит, да? Ну, вот там в Ираке при Хусейне, там, ну, лежали портреты Буша, о них вытирали ноги. Ну, да, ну, такая страна, такой уровень развития, да? Вот они танцуют, жгут американские флаги где-то по всему миру. Ну, как к этому может относиться Америка? Ну, да, ну, что поделать. У них нет силиконовой долины, у них нет этого, того, пятого, десятого. Они голые босые ходят. У них нет такое вот развлечение – жечь американские флаги. Я буквально вчера видел фургончик, на котором написано «Обама чмо». Я попытался вспомнить, кто это. Давно не мыл фургончик. Нет, нет, это прям наклейка. Не то, что не мыл, он сам её наклеил. Человек не уследил. Человек не уследил за сменой пейзажа. Может, он ещё не закусывал с тех пор. А Трампа так не называют, кстати. А? Кстати, Трампа так не называют. Трампа по-другому называют. Это всё неважно. Я уже говорю, это танцы на обочине. Ребят, я в прошлом эфире говорил, мы сидим на обочине на корточках, да, цигарка во рту, и мы обсуждаем проезжающие мимо машины. Если получится плевать, то доплюнуть, то доплюнуть можно. И он поехал с нашим плевком на борту. Ему, конечно, дико обидно. Но только он поехал до ближайшей автомойки, и вот и всё. А мы остались здесь на корточках. Мы на исторических корточках у исторической обочины сейчас, благодаря Путину, это рукотворная беда. Это мы сами согласились на то, что эти люди нас представляют. Только не спрашивай меня, что делать, я не знаю, что делать. Я знаю, что делать мне. Приходите сюда и разговаривать, писать тексты. А что делать нам, не знаю. Потому что эволюционные все развилки мы проскочили. Да? Проскочили. А впереди развилка неэволюционная. Впереди либо деградация, повторяю, либо какой-нибудь такой шас, который дойдёт уже до ишаса, понимаешь? Уже до такого дойдёт. Шея своими. Да, да, да. Что просто рванёт. Да? Просто когда людям дышать нечем. Когда люди выходят не за честные выборы и не за достоинства. А люди выходят за то, чтобы их дети не умирали от онкологии в четыре раза больше, чем по соседству. Да? Вот за это люди выходят. И тут уже не жди либеральных реформ особенно. А связь между либеральной реформой, честными выборами, свободой прессы, независимым парламентом, независимым судом. Эту связь между этим и качеством жизни, и жизнью твоего ребёнка надо объяснять. На Западе её объясняли с Жан-Жака Руссо и раньше, с Монтеске. Они объясняли, как связан контроль за властью с качеством жизни. Этому были посвящены 800 лет схарти вольности. 800 лет объясняют людям. И достигли в этом объяснении больших успехов. И люди, в общем, понимают. И когда что-то такое происходит в Праге, совсем недалеко от нас, то выходит миллионная демонстрация сразу за свободу прессы или против коррупции во власти. Сразу миллион. То есть вся Прага. А в Праге два. Из них один в лавке остался, другой вышел из семи. Все вышли. Вся Прага вышла на улицу. Почему? Они понимают эту связь. Как европейская старая страна. Они понимают связь между честными выборами, между свободной прессой и качеством собственной жизни. Их уже, так сказать, финтифлюшками не отвлечь. Чемпионатом мира по какому-нибудь виду спорта, их не отвлечь от этого. Получается, у нас выборы нечестные, не свободные. Но, тем не менее, мы их обсуждаем. Да. Мы всерьез о них говорим. Да. Вот, значит, Соболь Фидермейстер. Кстати, я заметил, вы еще ни разу в этой программе не говорили об этом. Зато много написали. Где что-то я писал и говорил в других местах, ну, придется повториться. Если выборов нет, почему мы обсуждаем-то все? Коллизия не новая. Не, тут ведь не про выборы. Победит-то ни Соболь, ни Фидермейстер. Победит какая-то тетка от Собянина. Не правда ли? Не правда ли? Мы же прекрасно знаем, кто победит. Тема-то вброшена ими, чтобы стравить нас. И они сидят и думают, ловко, здорово мы их сделали. Как они собачатся между собой. Грызутся. Сторонники Соболь и Фидермейстер. Двух заложников. Двух прекрасных людей. Каждый из которых пытался и будет пытаться делать свое честное, правильное, нужное дело. Потому что нужно бороться с системой. И нужно менять систему. И нужно обезболивать людей, которые находятся в том состоянии, когда им все равно. Да-да-да, обезболивать людей и делать свое дело, это здорово. Но можно ли вступать при этом в ОНФ? Например. Это выбор. Это США. Вы говорили, секунду, вот когда вы говорили про западных бизнесменов. Да. В самом начале. Помните? Да. Что приезжают к тем, кто пытает. Да-да-да. Зачем они приезжают? Это было логично. Слушай, я только... Дальше начинается такое слово, которое я все время цитирую в этой коллизии. Целеполагание. Если я приезжаю за баблом к Гитлеру или к Мугабе... Ну, каждый работает своим. Нет, секундочку. Целеполагание. Да. Если я понимаю, что тут у Мугабе или у Чавеса можно срубить бабла под шумок, да еще и договориться, да еще и налоги по-тихому здесь договориться, и как-то правильные цифры выписать и так далее. И сверху еще что-нибудь получить, да, какое-нибудь дополнительное, да. Это одно целеполагание. Если человек, как Ньютер Федермессер, просыпается с другим целеполаганием, много лет напролен. Она... да, обезболивание, чтобы люди уходили из этого мира как люди, а не как животные в крики и страдании. В животном мучительном страдании. Чтобы они уходили в окружение близких, как люди с достоинством заканчивали свою жизнь. Да? Это целеполагание. Это сверхценность для нее. Экзистенция. Слышал такое слово? Экзистенция. Это то главное, ради чего она живет. Да? Сказать Ньютер Федермессер, давай, не вступай в сделку, сделай, будь благородный, не вступай в ОНФ. Ну, просто лишние тысячи человек помрет не обезбольными. Да? Потому что власть же мстительная. Немедленно, как только... Вот если сейчас представьте себе, что Ньютер выходит отовсюду, хлопает дверью, говорит, негодяи, что вы делаете, да? Почему? Как вы смеете меня шантажировать жизнями, да, болью других людей, которым я пытаюсь помочь? Все тут же, все программы будут свернуты, ее не пустят на порог ни одной больницы. Сейчас все двери распахиваются. Она от Путина, она от ОНФ, да? Да. Понимает ли она, что это сделка с дьяволом? То есть, по гуманитарным проблемам можно сотрудничать с дьяволом? Извините за, возможно, циничную постановку вопроса. Послушай меня, можно или нельзя, это разговор дед Садовский. Этот выбор человек делает сам, только он сам. Делает этот выбор и несет по поводу компромисса и меры компромисса, и сам несет за него ответственность. И платит за него. Так как платят Ньютер Фидермессер, который поливает дерьмом месяца напролет, люди, которые в подметке, ей не годятся. Простите. При всем уважении, как говорится. Или отсутствии ОНФ. Да? Весь интернет заполнен пощечинами. Только ленивый не дал пощечину Ньютер Фидермессер. И хочется спросить, конечно, как Шуру Балаганова спрашивал, да? Значит, Паниковский. А ты кто такой? Чем ты заплатил? Чем ты заплатил? Давайте прервемся. Да, прервемся. Продолжим. У нас еще будет время, чтобы с Виктором Шандаровичем все расставить по своим местам. А семи? Нет, Пушкин. А, потом Пушкин, да. Согласен. Да, да. Я не понял вопрос. 18.30 в Москве. В студии Константин Мирошников. На эхе краткие новости. Двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича. Задержаны полицией. Следствие просит суд арестовать мужчин. Об этом говорится на заде следственного комитета. Десять лет, что ли? Десять лет. Что такое? Что такое? Я вчера краем глаза видел десять лет на меня. Миссу по вопросу о передаче ключей шифрования. Об этом ТАСС сказал глава Роскомнадзора. Спецслужба запросила доступ к данным пользователей Яндекс.Почты Яндекс.Диска еще несколько месяцев назад. Однако по данным РБК, руководство компании отказывалось это сделать. В Яндексе говорили, что так называемый закон Яровой, на который ссылаясь силовики, не предполагает передачу ключей для расшифровки. Просрочку в рассрочку. Вот это было бы хорошо. Это слоган. Просрочку в рассрочку. Просрочку в рассрочку. Я считаю, вы должны просто... Хорошо. Просрочку в рассрочку. КНР очень хочет заключить сделку, и на переговорах происходит цитата много интересного. Но виток торговой войны между странами начался в конце мая. Глава Белого дома ввел режим ЧП из-за якобы исходящей от компании Хуавей информационной угрозы. Американские корпорации были вынуждены прекратить сотрудничество с китайским производителем. О погоде в российской столице сейчас в городе Яндекс.Плюс 29. Давление 753 миллиметра ртутного столба. Завтра в Москве, по прогнозам, еще жарче. 30.32, облачно и без осадков. Константин Мирошников, служба информации Эхо Москва. Реклама. Великая кругосветка. Самое грандиозное путешествие. Самые заветные мечты и самые безудержные фантазии. Бросить якорь на Мадейре и поймать парусами ветер в Гоноулу. Подняться на Фудиям и заглянуть на остров Пасхи. Пусть Трим сменяется... Все в одно время. Амстердам. Да, да. Подняться на Фудияму и заглянуть на остров Пасхи. Пусть Трим сменяется. Поравцово. Персональный менеджер. Туристическая компания Содис. 30 лет только индивидуальной натуры. Содис.ру Мы считаем, что утром это хорошо. Для тех, кто может по утрам. У Газелькина особые условия на перевозке и переезды. Для тех, кто может по утрам, звоните по телефону 495-3 миллиона. Штурнка, что они рекламируют? Переев. Ах! Надо уточниться. Куда везут? Массерная ругиня Анастасия Макеева, Алексей Кузнецов. Ансамбль мелодии Гороляна и антимар. Алексей Кузнецов играет. Втрясающе. Круто риск. Сопер. Играет. Я его слушаю. Идёшь на один концерт, как будто на три. А ты узнай про билеты на Гараня. Потряс. Я молодой человек. А музыка... Вы импонизируете? Драме? Дай я всё-таки продолжу. То, что я там на опасной точке кончил. Да. По четвергам, со своим особым мнением, журналист Максим Шевченко в программе «Особое мнение». Это ты с ним будешь, да? Нет. Ну, довольно своеобразно составляется расписание, поэтому мог бы быть и я, а мог и не я. На твоем месте должно быть. Ну, как бы, часто рандомно весьма. Не понятно. Чё у нас, чё за границей, сообщат на «Эхе». Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжаем с Виктором Шандеровичем. Начали с выборов, начали заканчивать с выборов. Перешли к возможности сотрудничества с властью, с дьяволом там и так далее. Что одно и то же. И закончили на той точке, что критикуют те... Критикуют разные. Критикуют разные. И здесь я хотел бы сказать. Дело не в том, что мы не имеем права кого бы то ни было критиковать. Кто угодно может критиковать кого угодно. Дальше вопрос. Система координат. Система координат в критике. Я делюсь своей. Я о ней уже говорю. Целеполагание. Ради чего идти на компромисс? Ради чего? В том числе рисковать репутацией. Целеполагание Ньюта Федермесера кажется мне исчерпывающим. Абсолютно ясным. Исчерпывающим. Она сама сформулировала, что она за тех, кому все равно какая власть. Для тех, кто умирает. Для их близких. Которые хотели бы, чтобы не было ежедневной, ежесекундной нестерпимой боли. Люди кончают с собой в массовом порядке с этими диагнозами. Не обезболенными. Если Ньюта Федермесера, войдя куда угодно. К Путину в кабинет. В ОНФ. В Единую Россию. Депутат. Если она добьется того, чтобы десятки тысяч людей в разных больницах по всей стране смогли получать эту помощь. А это помощь. Это помощь. Срочную медицинскую помощь. То честь ей и хвала. А те, кто в связи с этим захотят вытереть от нее ноги, ну вытирайте. Вытирайте до тех пор, пока вам не понадобится. Я пытаюсь логическую цепочку продолжить. Значит, для того, чтобы помочь. Вот мы ей сочувствуем и понимаем, что она делает хорошее дело. И она идет верно. Нет, а вот тут стоп. Мы должны за нее... Мы не должны, а правильно было бы за нее проголосовать. Нет, неправильно за нее проголосовать. Нет, неправильно. Она не имеет права отказаться от этого предложения. Я имею право проголосовать за... За кого угодно, во-первых, могу проголосовать. Но могу и за Соболь. Если бы я голосовал, я бы, наверное, проголосовал за Соболь. Потому что проценты набранные Соболь, это очень важный градусник, замеры, все такое. Но только христать по щекам Нюта Фидермессера не обязательно. При этом надо понимать, что она прекрасный человек с прекрасными целями. А мы большевики все. У нас большевизм пророс просто до центра земли. Или ты за Соболь, или за Фидермессера? Звучит вопрос. Идиотский вопрос. Идиотский вопрос. Сама постановка этого вопроса, а его внедрила именно бесстыжая власть. Бесстыжая власть сделала так, чтобы мы грызлись именно из-за этого. Повторяю, ни Фидермессер, скорее всего, и ни Соболь, скорее всего, станут депутатом от этого округа. Там есть тихая лошадка. Вообще мы ее имени не знаем и не узнаем, пока она не станет депутатом от этого округа. Да и тогда, возможно, не запомнишь. Да и тогда не узнаем. Никому дела не будет. Еще раз. Выборов нет. Выборов нет. Выход Любы Фидермессер очень важен, как просто эпизод... Соболь. Соболь, да. Соболь очень важен, как точка концентрации сил, да, как перекличка. Вот мы есть, мы за, точно так же, как перекличкой было голосование за Навального там в 13-м году, в значительной степени перекличкой. Правда, чуть было не сорвал им всю малину, да, потому что 27%, а в реальности 30%. Это важная перекличка. И здесь каждый решает для себя, голосует ли он за Фидермессер или за Соболь, или за Митрохина. На здоровье. Каждый решает тут тебя только. В связи с тем, что ты голосуешь за одного, не обязательно поливать грязью другого. Если это приличный человек, не надо поливать его грязью. Мы разучились разговаривать. Это очень серьезная драма последнего десятилетия. Они нас втянули в свой стиль. Вот этот вот стиль ток-шоу, где если не дать в рыло эксперту, если не выгнать из студии, не оскорбить, не оплевать, то эфирное время зря потрачено. Такое ощущение, что, я уже говорил, как будто через экран слюной они до нас, да, значит, контактным способом, воздушно-капельным способом. Они до нас доплевались. И мы тоже заразились этим бешенством. И тоже начали плевать. Как они там не разговаривают, но там и не надо, это пропагандистские программы. Там никому и не надо разговаривать. Я вот думаю, что, например, ваше... Мы тоже начали плевать. Я думаю, что ваша аудитория в Вейсбуке процентов на 90, если на 95 пересекается с аудиторией, там, условно, Аркадия Бабченко. Вот, который делает именно то, что вы сейчас говорите. Вот, который, ну... Который делает что? Который пишет, что все это Мордор, значит, что все это царство зла. И чем быстрее нас всех уничтожат, тем лучше для человечества. Чем больше погибнет, тем лучше для... Ну, я... И не надо, и не надо... Конкретно... Потому что все мальчики, которые здесь растут, то будущие солдаты... Нет, секундочку. Я внимательно слежу за тем, что пишет Аркадий. Он очень талантливый человек. Безусловно. И человек честный. С его биографией. Я ему верю. Я верю в его субъективную честность. Я не веду на деление. Либо ты вот по эту сторону, либо по эту. А вот так, чтобы... Ты либо свой, либо чужой. Так вот я-то как раз... Да. Не считаю себя... Ну, я, по крайней мере, сам не считаю себя чужим. Не с теми, кто за Фидермессер, не с теми, кто за Любу Соболь. Да? Я предлагаю смотреть в объеме на ситуацию. Я предлагаю вообще запретить аппликацию. Да? Вот это вот наклеечки на черное-белое. Все сложнее. Надо видеть. Надо видеть... Пытаться видеть суть дела. Суть происходящего. В этой коллизии суть происходящего в том, что власть стравила вполне сознательно тематика подложных, нечестных, неравных выборов подменена в нашем секторе грязнёй по поводу Соболь-Фидермессер. А про другое... Нет уже темы, что, в принципе, эти выборы подложные, в принципе, неравные условия. В принципе, неравные условия для кандидатов. Ничего себе. Ничего себе подложные получится, если два кандидата, целых два кандидата из приличных людей между собой, значит, конкурируют. Это рукотворная история. Это рукотворная история, о чём я уже и говорил. Значит, подменена повестка. Это они, кстати, умеют делать блестяще. Они каким-то вещам научились. Вот подмена повестки – это их фирменный стиль. Ты про Фому, а не про Ерёма. И это они умеют делать. И в данном случае, в этой точке, они, безусловно, победили. Они внедрили свою повестку. Хотел в конце программы ещё успеть про двух, безусловно, талантливых людей поговорить. Гениев, можно сказать, нашего времени и прошлого. Сначала, значит, про Элтона Джона, которого здесь в России кастрировали. Да-да-да. Вот. Что думаете по этому? Это же не про Элтона Джона. Ну, конечно. Это про кастратов. Конечно. Это про тех, кто кастрирует, да? А что тут думать? Ну, а единственные новости парада «Мордобой», я уже говорил. Они только и могут не всё стриги, что растёт, сказано у Казьмы Пруткова. Они стригут всё, что растёт, с перепугу. Чего бы нового мы увидели в этом кино? Скажите, пожалуйста. Когда отменена статья за гомосексуализм у нас? У нас уже десятилетия уже вроде прошли. Чего мы нового увидим? У нас введена новая за пропаганду. За это, за пропаганду. Всё это свидетельство наших комплексов. Элтона Джона не убудет, да? И никого не убудет. Рокотмена не убудет этого фильма. А то, что я уже говорю, где-то на Атшибе, да, в третьем мире есть страна, где по-прежнему вырезают какие-то постельные сцены, это потеха всему миру пальцем будут показывать на эту страну третьего мира, где, да, вот на корточках сидя там, вот что-то строгают из фильма. Это наше посмешище. И это наш позор. Я не большой любитель ни Элтона Джона, ни этого жанра, да, дело не в этом. Но это глупость прежде всего. А вот про второго великого... Да, у нас Виктор Шандерович целую лекцию читал утром про Пушкина, и сегодня вновь в день рождения, вновь круглая дата. Даже Маргарита Симоньян поздравляет всех днём рождения Пушкина, его стихотворение. Повезло Пушкину, да. Как мы можем не вспомнить. Да, как мы можем не вспомнить. Я прочту... Я не готовился, но в компьютере у Саши волшебный интернет, значит. Я прочту коротенькое, коротенькое эссе из альбома, который называется «22-й троллейбус и другие тюды», где я признался в любви людям, без которых меня бы не было. И, конечно, среди них Пушкин. Коротенькое эссе. В первые дни января какого-то далёкого года мы, я и моя собачка, не спеша выгуливали друг друга по парку Сокольники. Навстречу по аллее шла женщина. Она улыбнулась мне и вместо «здравствуйте» сказала «Мороз и солнце – день чудесный». И я рассмеялся, потому что за час до этого, раздёрнув шторы, сам себе сказал эти же слова. Мы говорим на языке, созданном им, в нас живут его строки и мысли. Но даже те, кто не добрался до мыслей, знают про мороз и солнце. Его жизнь, наша вселенная, его смерть – драматический факт личной биографии для всякого русского человека. Собственно, так бы я и определял степень русскости. Вот как раз тунгусты или калмык – это совершенно неважно. Но если в тебе совсем не болит пушкинская гибель, нерусь ты бессмысленная, вот ты кто. Братья и сёстры. Да вот же она и есть, национальная идея, которую днём с огнём ищет третье поколение русской номенклатуры. Уже четверть века, с тех пор, как после тяжёлой продолжительной болезни загнулось светлое коммунистическое будущее, тычемся вслепую. Эх, Аким простота, как сказано уже у Гоголя, искал рукавицы, а они за поясом. Конечно же, Пушкин – наш общий знаменатель, наша настоящая скрепа, единственное имя, на котором сойдутся самые заклятые враги. Блаженна страна, которая будет вдохновлять не тоска по убийцам, и нежелание накостылять окружающим, а наш Александр Сергеевич, его весёлое имя, и литература, которой он дал дыхание. О, какая это будет страна! Мороз и солнце, прочитает по экзаменационной карточке нестрогий чиновник федеральной миграционной службы. И если проверяемый ответит без запинки «День чудесный», ему в сей же час дадут вид на жительство. Человек, знающий имена сестёр Лариных, получит гражданство. А такому, который помнит, как звали сестёр Прозоровых, и сколько на самом деле было братьев Карамазовых, такому разрешат избираться в органы власти. Только так, а остальных депортировать, и будет нам счастье. Ну, кстати, интересно, вот, знает ли нынешний кандидат, в том числе, о которых мы говорили, и про сестёр Прозоровых, и про братьев Карамазовых, вот этот Ценс Шундерович, о нём, правда, интересно. Я бы, я бы всерьёз, это же, эта мысль-то не моя, по большому счёту, это мысль Бродского, который говорил, что кандидатов в президенты надо экзаменовать по Достоевскому и Диккенсу. Он предлагал два имени, Достоевский и Диккенс. Справедливо полагая, что если человек прочитал внимательно Достоевского и Диккенса, то, видимо, детоубийства будет меньше. Видимо, вероятность детоубийства, человека-убийства, у человека, прочитавшего Диккенса и Достоевского, будет поменьше. Тоже с Александром Сергеевичем Пушкиным, полагаю я. Банально, но жаль только жить в эту пору прекрасно. Виктор Шундерович в программе «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев. Спасибо и до свидания. Счастливо!